Ульяновские активисты провели первое пленарное заседание Общественной палаты. Напомню, что в конце мая был сформирован новый состав регионального органа, куда вошло 54 человека. 20 из них утвердил губернатор, 14 – законодательное собрание. Еще 20 кандидатур сформировала рабочая группа Общественной палаты. Главным вопросом встречи стало избрание председателя палаты, его заместителей и определение профильных комиссий и их председателей. По итогам открытого голосования общественники поддержали к кандидатуру председателя седьмого созыва Ирины Колодковой. Она будет возглавлять Общественную палату Ульяновской области в ближайшие три года. Я считаю, что это огромное достижение, что по итогам 2022 года мы вошли в тройку лучших общественных палат в Российской Федерации. И сразу после Москвы и Московской области мы считаемся лучшими по медиаактивности. Если сопоставить финансовое положение Москвы и Московской области наше и говорить о том, что мы идем вслед за ними, я считаю, что наша активность очень оправдана, заметна. Заместителями председателя избраны епископ Меликесский и Чердоклинский Деодор, Владимир Малинин и Владимир Сидоров. Также среди общественников 27 человек – члены предыдущего созыва. Среди новеньких – представители здравоохранения, образования и некоммерческого сектора. Я уверена, что мне и моим коллегам удастся также эффективно выстраивать диалог с обществом, с властью, также активно содействовать в различных и находить решения вопросов на сложные ответы. Замгубернатор Александр Коробко отметил хорошую работу общественников, в том числе, что в условиях политического, культурного и экономического давления Палата встала на защиту наших земляков и их интересов. Главным подтверждением этих слов является хоть небольшой, но стабильный рост числа некоммерческих организаций. У нас в области их сейчас чуть более двух тысяч. И подавляющее большинство из них – это социально ориентированные организации, которые направлены на оказание ключевых социальных услуг. В ближайшие три года в Палате будет работать 11 комиссий, отвечающие за основные отрасли жизни населения. Продолжатся встречи с жителями, работа с обращениями, обсуждение законопроектов и злободневных вопросов. Анна Тищенко, Данил Сурков, Улправда ТВ.